Друзья, у нас на связи по скайпу депутат парламента от партии ПАС, Уазан Антой. Господин Антой, здравствуйте. Слышите левую студию. Здравствуйте. Господин Антой, в общем, мы вас пригласили прокомментировать такую ситуацию для нашей аудитории, для наших зрителей. Вчера появилось расследование РАИС Молдова о том, кто курирует пророссийские политические проекты в Республике Молдова. Не то чтобы ситуация для нас новая или там какая-то новая информация, но в целом достаточно все структурировано и представляются какие-то конкретные доказательства, программные документы, анализы, которые отделы Кремля, не Кремля даже, а ФСБ, которые занимаются Молдовой, представляют в качестве аналитических записок. И в то же самое время мы видим, было недавно расследование Вашингтон-Пост, которое говорило о том, что, в принципе, Москва готовит государственный переворот в Республике Молдова. И все вот эти протесты, которые мы наблюдаем сейчас, это инструмент для достижения этого сценария. Вот как вы все это оцениваете? Для вас это что-то новое, что-то вы новое увидели в этих расследованиях? Или вы знаете об этом давно и наблюдаете, как долго вы вообще все это наблюдаете? Вот влияние Москвы, влияние Кремля через ФСБ, через различных своих агентов влияние и через непосредственное участие и практически беспрепятственную деятельность сотрудников ФСБ на территории Республики Молдова? Ваш вопрос я хочу предварить двумя констатациями. Первое. Мы действительно знаем и без публикации Райс, МД и Вашингтон-Пост о том, что Россия имеет своих агентов влияния в Республике Молдова. Давайте вспомним 25 ноября 2003 года, когда должен был быть подписан скандально известный некогда меморандум Козыка, который должен был положить конец существованию Республики Молдова как суверенному государству. И, конечно, Игорь Дадон, который фактически так усердно выслуживался перед Кремлем, что даже не находил нужным это скрывать здесь, в Республике Молдова. Когда мы говорим про российские проекты или политические партии, мы должны понять, что речь не идет о том, чтобы в Молдове существовали какие-то антироссийские направления. Речь идет о том, что когда мы говорим про российские проекты, это мы исходим из того, что Россия является тем единственным государством, которое отрицает право на суверенитет, территориальную целостность и постоянный нейтралитет Республики Молдова. Россия после открытой фронтальной агрессии против Украины объявила политику геноцида украинского народа и уничтожения украинского государства. И по моему личному разумению, это вывод, это не эмоциональная оценка, это не ругательство, а я старался прочесть как можно больше научной литературы. В России сложился фашистский режим, человеконенавистнический режим. В первую очередь Путин уничтожил будущее самой России. И Путин уничтожает Украину и, соответственно, Республика Молдова, чтобы нам не говорили иностранные дипломаты, что мы не являемся целью, Россия не отказалась от идеи подчинить себе Молдову без прямого использования вооруженной силы. И когда мы говорим о пророссийских проектах, это имеется в виду инструменты гибридной войны, которые должны ликвидировать нынешнюю власть, устранить от власти и вернуть Молдову в состояние вассальной зависимости от России. Приблизительно то, что мы наблюдаем сейчас в виде Белоруссии, да, и приблизительно то, чего пытался достичь Путин, навязывая Украине так называемые Минские соглашения. В качестве человека, который не просто руководствуется эмоциями, то я помню публикацию 17 марта 2014 года на сайте Министерства иностранных дел России. Там заявление о группе поддержки по Украине, где четко расписан сценарий, как Россия хочет видеть Украину, хотела видеть Украину, а именно подконтрольную территорию, находящуюся в вассальной зависимости. Поэтому, когда мы говорим о этих публикациях, Вашингтон-Пост, о этих расследованиях, это по большому счету, скажем так, для нас это не секрет. Самая большая проблема, с которой, на мой взгляд, мы сталкиваемся, это то, что незрелость нашего общества, то, что значительная часть наших сограждан позволяет манипулировать собой популистскими лозунгами, и вольно или невольно становится оружием в руках этих агентов Кремля, которые используют кремлевские деньги, незаконное финансирование, которые опираются на беднейшие люмпенизированные слои населения, и которые, если судить по тому спектру молодых людей, которые появляются на так называемых акциях протеста, пытаются подключить и откровенно преступный мир. Поэтому ситуация для меня достаточно понятная, и остается открытым вопрос, в какой мере мы, граждане Республики Молдовы, способны консолидироваться и противостоять этому. Речь не идет о том, чтобы аплодировать Майя Санду, партии ПАС и правительству Натальи Гаверлиц, а речь идет о том, чтобы консолидироваться перед этой очевидной реальной опасностью и перевалить через эту кризисную ситуацию, которую нас ожидает этой зимой. И тот факт, что Газпром абсолютно немотивированно снижает поставки газа, это всего лишь еще один рычаг провоцирования социально-экономической напряженности в Республике Молдова для того, чтобы, так сказать, предоставить аргументы, в кавычках, этим популистам, которые пытаются раскачать политическую лодку в Республике Молдова, исполняя заказ Кремля, ФСБ точнее. Вот вы где-то, по большому счету, вы тоже признаете это, что в Республике Молдова мы не прибалты, да, и у нас не было такого яркого, ярко выраженного в Республике Молдова антироссийского отношения. Но вот эта ситуация, по вашим ощущениям, она меняет отношение к России, к путинской России в Республике Молдова, хотя бы у части населения? Я хочу уточнить, когда я говорю о бывших прибалтийских республиках, я имею в виду, что жители тех республик, которые впоследствии стали гражданами новых государств, они, будучи в составе Советского Союза, ощущали себя оккупированными Советским Союзом. В обществе была оппозиция применительно коммунистической идеологии, и даже местные коммунисты были не такими, как Семен Кузьмич Гроссу, кто его еще помнит, да? И общественно было объединено идеей восстановления довоенной государственности в прибалтийских государствах. Всего этого у нас в Республике Молдова нет, не было. И поэтому появилась пресловутая геополитика, когда одни политические партии эксплуатировали или проституировали советское прошлое, а другие те 22 года, когда Бессарабия была в составе в Румынии. Воровали и те, и другие, а общество было обречено на деградацию, и как следствие того, что государство деградировало, докатилось до захваченного государства, да? Миллион приблизительно граждан Молдовы, самых активных, конкурентоспособных уехали, и мы здесь остались с этими 700 тысячами пенсионеров, ну из которых и я тоже, да? Которые являются тяжелым бременем для бюджета и которые тяжелее всего переносят вот эти шоки, связанные с газовой войной со стороны Кремля. Ну я тоже должен уточнить здесь, я когда-то говорил «мы не при Балтии», я имею в виду, что в странах Балтии, да, там изначально знали, кто они такие, они понимали их идентичность и они знали, куда они движутся. В отличие от Республики Молдова и до недавних пор, в отличие от Украины, потому что Украина тоже созрела как национальное государство буквально недавно, а в Республике Молдова у нас еще происходит это вот шарахание и болтание. Вот эта ситуация меняет отношение к путинской России или не меняет? Я думаю, я думаю, что эти трагические события в Украине, это совершенно варварская война, которая ведет Путин на уничтожение украинского народа и украинского государства, она способствовала, она привела к поляризации нашего общества. У меня есть достаточно много знакомых, которые не говорят по-румынски, да, но которые очень жестко осуждают путинскую политику, путинский режим и так далее, и так далее. И в то же время мы видим, когда есть люди, скажем так, я их назову таким не особенно дипломатичным словом, люмпинизированная прослойка, неграмотные, бедные, и они являются симпатизантами Путина в качестве сильной руки, и, конечно, они легче всего поддаются на эти клише российской пропаганды, например, украинский нацизм, а где вы были 8 лет, и так далее, и так далее. Ну хорошо, а не связано ли это еще с тем, что, вот вы сами уточнили, что вот эти все 30 лет подряд, с одной стороны, одни использовали советское прошлое, и, как вы выразили, проституировали его, другие использовали межвоенные периоды страны, для того, чтобы элементарно воровать и обогащаться, и в то же время обрекать страну на бедность. И это и создало вот эту вот большую социальную несправедливость, которая существует в Республике Молдова, и вот эта вот люмпенизированная часть общества, которая готова кидаться в объятия популистов, таких как Илон Шор. Михаил, с одной стороны, я прожил эти годы, будучи, скажем так, относительно активным. И я помню то недоумение, которое я испытывал в начале 90-х годов, когда депутаты в парламенте кричали, что мы аграрная страна, мы аграрная страна, мы кормим империю, да? И я тогда, будучи, помня, что еще такое быть инженером, я недоумевал, потому что аграрные страны – это, как правило, бедные страны. А нам нужна экономика, основанная на знаниях, на интеллекте. Это люди понимали еще 30 лет назад. Но, к сожалению, как сказал покойный Анатолий Анисимович Гудым, мы должны были решить три единую задачи. Первую – создать национальную экономику из осколка бывшей советской экономики. Второе – создать функциональное государство. И третье – объединить бывших граждан Советского Союза, оказавшихся на территории Республики Молдова, по критерию гражданства. И вот мы фактически не сумели справиться ни с одной из этих задач, за исключением, по крайней мере, последней задачи. Все больше людей идентифицируют себя как граждане Республики Молдова. Но нам еще предстоит огромная работа по созданию функционального правового государства, и тогда появятся и условия для оживления, для создания национальной экономики. Потому что в страну, которая известна Приднестровским конфликтам когда-то, потом мы шокировали мир тем, что проголосовали за коммунистов, потом воровство миллиарда, потом захваченное государство. Кто придет со своими инвестициями для того, чтобы создавать здесь рабочие места? Для кого? Люди и так убегают из этой страны. Поэтому надо начать с консолидации общества, создания функционального правового государства, и тогда появятся... Но это условия для экономического развития, при условии, что нас защитит Украина. И я в тысячный раз повторяю, только военно-политическое поражение путинского режима может дать гарантии безопасности Республики Молдова и обеспечить нам наше будущее. Ну, для того, чтобы, знаете, не выглядеть людьми, которые не замечают слона в комнате, вот эти вот протесты, с вашей точки зрения, они имеют какой-то шанс? Ну, понятное дело, что мы... Понятно, что они все проплачены. Понятно, что люди приходят туда скорее заработать денег, а не... там, не знаю... Это не какие-то аутентичные протесты. Вот в этом, в том варианте, в котором они проходят, они способны натворить дело или принести нам беды в Республике Молдова? Или вы не видите таких шансов? Я не могу быть категоричным. Я могу только констатировать, что мы работаем над тем, чтобы законодательную базу улучшить для обеспечения национальной безопасности. Я понимаю, что этот процесс небыстрый. Мы видим беспрецедентную поддержку Республики Молдова со стороны Евросоюза и не только, и отдельных стран, членов Евросоюза. И поэтому я считаю, что у нас до тех пор, пока путинский режим не может победить Украину, сохраняются хорошие шансы на преодоление этого кризиса и на то, чтобы сохранить перспективу развития Республики Молдова в качестве суверенного демократического государства. То есть вы считаете, что все проблемы Республики Молдова, в том числе и вот эти, могут быть разрешены только после окончательного поражения путинского режима? Нет, я не говорю. Я имел в виду, что гарантия того, что у нас будет мир и мы сможем спокойно планировать на перспективу что-то, это только военно-политическое поражение путинского режима. В противном случае путинский режим будет нависать как дамоклов меч, как минимум над тем, что мы называем постсоветским пространством. И, конечно, в таких условиях риски для государственности Республики Молдова сохранятся, и они будут негативно влиять, в том числе и на перспективу экономического развития страны. Господин Альтой, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Безусловно, следим за тем, как развиваются события в Кишиневе и ждем вас еще для того, чтобы обсудить дальнейшее развитие событий. Спасибо, с удовольствием. Приятного вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok